Всем привет, Оз на связи. В этом видео расскажу вам о том, как можно улучшить снаряжение Архангела. Набор Архангела на данный момент является самым сильным снаряжением из доступных для ковки. И помимо самых мощных атрибутов, мы имеем возможность добавить еще по 3 дополнительных атрибута на каждое снаряжение. Тем самым увеличить показатель силы и самое главное увеличить свои проценты. Снаряжение Архангела имеет 3 варианта улучшения. Умножение на 1, на 2 и на 5. Говоря современным языком X1, X2 и X5. X1 добавляет вам 1 дополнительный атрибут, X2 добавляет 2, а X5 добавляет 3. Если у вас достаточное количество материалов, крыльев и золотого снаряжения покровителя, то вы можете просто сковать Архангела с дополнительными атрибутами или попытаться скрафтить его. В ютубе есть куча видео о том, как крафтить снаряжение. Да поможет вам поиск. Но если сковать или скрафтить не получилось, и вам выпал 1 атрибут, а вы хотели 2 или сразу же 3, то на помощь придет гравировка. Это нанесение дополнительного рисунка на снаряжение, которое добавит нам не те самые доп. атрибуты. Для гравировки нам понадобится гравюра, которую получить не так-то просто. Точнее получить ее просто. Нужно всего лишь выполнять ежедневные задания. И раз в неделю в последнем дополнительном сундуке мы будем получать по одной гравюре. Но если учесть, что для полного набора X5 нам понадобится более 50 гравюр, посчитайте сами. Для того, чтобы сделать гравировку, нужно перейти в сундук со снаряжением, который находится в кузнице. Затем выбрать снаряжение, которое нужно улучшить, и нажать на плюсик. Здесь мы увидим кнопку гравюра и количество гравюр, необходимых для гравировки. Для одного дополнительного атрибута потребуется одна гравюра за один раз гравировки. Для второго по две за раз. Для третьего по четыре за раз. С каждой попыткой процент выпадения доп. атрибута будет увеличиваться. Стоит отметить, что атрибуты выпадают случайно. И далеко не факт, что вы получите то, что хотите с первого раза. Также гравюры можно купить за реальные деньги. Цена одной гравюры 10 американских долларов. В общем, считайте сами. Или лучше не считайте. Не портите себе настроение. Есть одна маленькая недоработка в интерфейсе гравировки. Вы можете не видеть процент активации коэффициента. Чтобы увидеть этот процент, вам нужно сменить язык в настройках телефона. Обратите внимание, не язык игры, а язык самого телефона. Зайдите в настройки вашего аппарата и найдите настройку языка. У меня сейчас стоит английский язык на моем устройстве. И я вижу процент активации. Ну а что же делать, если после гравировки вам все-таки выпали не те атрибуты, которые вы хотели? Стоп, стоп. Не нужно материться и проклинать разработчиков. Ведь они в первую очередь думают о нас, об игроках. И они добавили возможность перековки снаряжения, чтобы изменить ненужные нам атрибуты на нужные. Для перековки нам нужен камень перековки, простите за тавтологию, который мы также можем купить за реальные деньги. За 250 камней также нужно будет отвалить 10 американских долларов. А бесплатно получить камни перековки можно в башне дракона. Но для этого нужно обладать хорошей статистикой, чтобы проходить башню дракона до 80 этажа. Например, я примерно с 60 этажа перехожу на средний уровень, а с 70 и вовсе на легкий. Наверняка все знают, что в башне драконов за первую кровь на неделе можно получить богатые награды. Итак, если проходить башню дракона первый раз на неделе, то с 66 этажа мы сможем получать заветные камни. За каждые 5 этажей мы получим по 25 камней, по 5 за каждый этаж на уровне легко. И дополнительно по 10 камней за 70, 75 и 80 этаж. Итого 105 камней перековки при условии, что мы бьем уровень легко. Также мы можем делать зачистку в башне дракона и также получать камни перековки. Для этого нам потребуется выносливость. За зачистку можно получить около 15 камней перековки ежедневно. Прохождение башни дракона я подробно разберу в одном из следующих видео. Подпишись, чтобы не пропустить. Итого в неделю можно получать 195-200 камней перековки бесплатно. Для того, чтобы перековать снаряжение, нужно зайти в сундук в кузнице и выбрать нужное снаряжение, а затем нажать кнопку перековать. С каждой перековкой доп. атрибуты будут изменяться. Вот эта шкала показывает нам, что сейчас мы можем поймать атрибуты зеленого, синего или фиолетового качества. При заполнении этой шкалы после 5 попыток перековки у нас появится шанс получить оранжевый атрибут. Нажав на восклицательный знак, можно увидеть все атрибуты, доступные для этого снаряжения. За одну попытку перековки скипетра, штанов или брони с вас спишут 250 камней. А за попытку перековать сапоги, шлем или кольцо вы потратите 350 камней перековки. И так можно сделать вывод, что гравировка и перековка снаряжения Архангела это дорогое удовольствие. И если вы имеете возможность, то лучше сразу коготь Х1, Х2 или Х5. Надеюсь я все рассказал понятно, но если у вас возникли вопросы или я что-то не сказал, обязательно напишите в комментариях, будем разбираться вместе. Спасибо, что уделили мне свое драгоценное время, до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok